Олег Павлович, поздравляем Вас с третьей победой в трех матчах. Впечатления по этой игре? Ну, наверное, первые две были получше. Да? Да. Показалось, что в этой игре было все достаточно идеально, потому что и Сухарь, и защитники атакующие забили Береглазов, и большинство даже реализовали. У меня другое умение. А вот почему? Ну, потому что первый период неважно сыграли, второй тоже более-менее получше, но тоже неважно. Проиграли и по образцам, и по образцам проиграли. Олег Павлович, но один из шайб забросила эта команда предыдущих матчей, сегодня просто засушили их полностью. Наверное, это можно отметить, это плюс? Серьезно. Давайте отметим. В защите. Олег Павлович, команда так, можно заметить, по нарастающей проводила все три матча, на первый период не так, чтобы дальше... Серьезно, по нарастающей. Я только что сказал, что сегодняшние игры немножко сыграли хуже, чем две. Серьезно, по нарастающей. Вы слышите меня вообще? В целом, по турниру, команда была молодая, можно сказать, экспериментальная. За счет чего удалось так уверенно сыграть? Ну, наверное, за счет самоотдачи, за счет ботировки бросков. Ну, вообще, за счет, наверное, самоотдачи. Они очень хотели доказать, что они на самом деле... Нет желания этот эксперимент продолжить. Ну, понятно, в декабре надо созывать больше таких ветеранов-маститок, как уже планировалось. Но вот что делать с этими ребятами? Все достойны играть дальше. Ну, наверное, надо... Я не знаю. Будем пытаться привлекать их, конечно, естественно. Сейчас сформализируем, кто как сыграл. Кто-то из этой команды, наверное, поедет на Кубок Первого канала. А остальным, допустим, после игры я даже там договорился. Несколько ребят нужно работать, нужно совершенствоваться. Кому-то что-то индивидуально подошло, сказал. Олег Калич, немножко расстроились челябинские болельщики. Написали, что Василию Демченко так и не дали сыграть. И второй вопрос, почему Акулов тоже так очень мало сыграл только в концовке? Ну, потому что у нас в этом случае не было травм. Единственное, что Голоша немножко... Второй период так проводил уже на безбаливающих. Третий, вот, немножко, уже всего не смог, поэтому поставили его. Так и не планировалось, в принципе. Беремся всегда побольше народу, чтобы из-за травм что-то произойдет. Вратарей готовим. Вот два вратаря. Мы готовим на чемпионат мира. Олег, извините за вчерашний прокол. Хотелось бы все-таки и сегодня задать Вам острый вопрос. Не заделали Вас высказывания Сергея Ильича Гемаева о том, что СКА это... Давайте посмотрим. Ребята, я вообще Вам еще раз говорю, что я не читаю, что Вы пишете. Поэтому мне ничего не задевает. Я просто не открываю и все. Больше Вас оптимизм на счет того, что много молодых, талантливых ребят в КХЛ. И есть ли еще те, кто остались за рамками, могли попасть в эту сборную, в которую вы на карташе? У нас есть ребята, конечно, те, которые были травмированы. Конечно, хорошо, что у нас такое есть поколение и они доказывают это своей игрой. С 22 мая наконец-то большинство реализовали. Тоже, наверное, да? Можно. Ребята, у нас была одна тренировка до этого турнира. И здесь была одна тренировка. Поэтому здесь в клубных командах, когда оно не идет, а наигрываться каждый день не всегда получается. Вы сказали, что готовите в Артарской двое с сороками на шестерку чемпионата мира. Если вот третий был Кипер, то вы можете составить здоровый ребят. Ну, пока вот давайте вот сегодня два, а потом еще раз. Что-то может быть и появится у нас шанс. Еще время, да. Северная Америка заявила, конечно, на Кубок мира вторую сборную молодую. У нее там все болельщики влюбились. И наши руководители говорили, вот бы и нам заявить. Такая мечта есть. У вас есть такая же мечта, чтобы они играли на таком уровне большом? Или это, конечно, все от организации зависит? Значит, тоже могли хорошо выступить? Это зависит от... Мы же все хотим выиграть. Да. Большой риск. Если у нас руководители готовы рисковать. Ну вы готовы? Я лично пока... Меня требуют результаты. А насколько сильное давление со стороны руководства? И можете ли вы... Степень свободы вашей в выборе? Я совершенно свободен. И в жизни, и в жизни. Хорошо взаимодействовал с Прохморкиным и Грабаном. Умете ли вы возле НО? Посмотрим. У нас сборная, сборная, клубная. Два гола в вичинстве на трех матчах тоже, скажем так. Ну, неплохо сыграли, конечно. Потому что требовали. Сыграли на контратаке. Нормально. Спасибо. 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 Спасибо, Олег Владимирович. Победа ваша. Спасибо.